Как Ксения Собчак посмела помогать Путину, это для тех, кто уже что-то понял, там есть дурачьи, которые думают, что она лидер оппозиции. Как она посмела помогать Путину проводить избирательную кампанию? А деньги зарабатывает. Она умеет так зарабатывать хорошие деньги. Я историю эту, кстати, рассказывал один из артистов, певцов, которого тоже обвиняли в том, что он такой весь продажный. Путина поддерживает, значит, борется, высказывается как-то негативно по поводу оппозиции. И он как-то подошел, говорит, слушай, а вы деньги так и не накопили, что ли, в оппозиции? Я бы с удовольствием вашу поддержку высыпал. Но только вы мне платите, я жить с это. Иначе с голоду умру. Так что это и есть, тем не менее, возвращаясь в основной ключевой теме, есть, безусловно, духовные лидеры и были, которым не нравилась рыночная экономика, не нравилась демократия. И они открыто говорили, что это хуже Советского Союза, это, ну, вот эта вот власть золотого тельца. И интересная дискуссия была с Лановым. Мы встретились у Рыжова, посла, академика посла России во Франции в посольстве. Во Франции российское, там, бывшее советское посольство, это такая крепость черная, темная во всяком случае. Ужасно выглядящая. Мы чуть не прозевали поворот. Мы с окроме, вот, вот. Вот, и вот он, да, но там другая история. Вот тоже я бы не относил к духовным лидерам нации. Хотя, сам себя, вот, безусловно, относил. Его антисемитизм был, его патриотизм был такой, ну, агрессивный. Вот мы, и мы, да, спорили. И Рыжов даже попросил меня спорить только при нем. Нас там недалеко предложил мне остановиться в посольстве. Я согласил. Я не помню, какие-то дела у меня были такие формальные. Я был член какой-то комиссии с Жаком Шираком. Что-то там нужно было делать. В посольстве остановиться было очень удобно. Так, левее. Ну, все. Навигаторы здесь хорошие, мне нравятся. Но разные. Есть совсем с которыми не очень понятно даже, как разбираться. А есть такие подробные. Я помню время. Это мой первый, что ли, приезд. Ну, не первый, но такой длительный. Я приехал в Соединенные Штаты чтобы детям показать Disney World. Не Disneyland. Disneyland здесь. Вот с адресом. А там, во Флориде, с той стороны, там Disney World. Вот. И тогда навигаторы... Ну, то есть были какие-то но очень еще примитивные навигаторы. Нужно было ездить по карте. Но это ужасно. Это было ужасно. Психологические дороги здесь в Соединенных Штатах устроены но совершенно иначе. Вот я еду по дороге значит мне нужно повернуть направо. Но вот в Европе я бы повернул в первый поворот и оказался бы там поехал бы направо. А здесь чаще всего поворот направо означает, что вы въезжаете на мост который ведет налево. Ну, то есть или туннель который ведет налево. Вот здесь стадиум вэй это налево это вот под под дорогой. Вот. А поворот направо будет дальше чуть-чуть. Вот. И для того, чтобы ездить особенно на большие расстояния надо было перед поездкой так делали все американцы надо было прокладывать маршрут. Компьютерных систем не было и нужно было прям по карте большие такие навигационные карты. вот вот номер выхода Номер выхода и номер дороги Или название дороги И вот каждое утро перед выездом Я составлял себе такой листочек Напоминал, где нужно повернуть, на каком километре Ну, не на какой миле Майлэдж И было довольно сложно Теперь хорошо, даже думать не надо Вот, нам повернуть надо налево Но чтобы повернуть налево, надо выехать направо Вот иллюстрация того, что я говорил Да, по дороге мы еще заберем Я купил на сейле два кресла Но хозяин, по-моему, хочет сучить мне все четыре кресла Потому что ему надоело их продавать Что-то такое он мне написал Но я отнекивался Сказал, что у меня машинка маленькая Она, кстати, отнюдь не маленькая Она огромная Задние кресла складываются и Но стреляется Да, вот это наше Вот, это вот мы поворот налево Сейчас съезжаем направо, но для того, чтобы повернуть налево Мне нравится это их желание повторять знаки словами Это довольно сложно сдать на права Хотя, не для всех Я, по-моему, уже рассказывал это Если вы инвалид Disabled person Тут вам будет особое отношение При сдаче прав И от вас требовать будут Чтобы вы залезли в машину Этот подвиг будет засчитан Как умение управлять машиной И тут Так это устроено Я с третьего раза только сдал вождение Потому что на первом На первой сдаче вождения Я Черненькой Тете Начал объяснять Что я водил машину везде Что у меня Пятидесятилетний стаж вождения Вот я это очень не понравилось И она Мне поставила в качестве ошибки Катастрофической ошибки То, что я мимо школы Где ограничение 25 миль в час Проехал 25 миль в час Ни одной миль больше Она сказала Вы создали опасность Вы же видели, что никаких школьников нет Надо было ехать быстрее А вы ехали Да, там знак есть Но он работает Действует только тогда, когда Школьники На улице А вот когда мы ехали Их не было Ну это смешная была отмазка Со второго раза Тоже женщина Тоже мексиканка Ну то есть не тоже, а мексиканка И тоже начала меня сразу учить чему-то Я и сказал, что я водил машину В Перу В Бразилии И даже в Каире Она Тоже ей не понравилось Тоже она придумала какую-то глупость И на третий раз мне попался совершенно Японец такой Абсолютно нейтральный Ничем Очень формально относящийся к Своей работе Поставил Поставил свои там пять галочек И сказал, нормально Все, умеете водить Вот, но ему уже наученный горьким опытом Я ничего не рассказывал Какой я сумасшедший водитель Сколько я проехал километров Через полмиля налево Да, это район такой Здесь Лос-Анджелес Называют Огромной деревней Части которые соединены Вот этими скоростными дорогами Каждый раз, когда надо переехать из одного места в другой Они навигаторы Все время пытаются Вывести на скоростную дорогу Ну это и правильно Ну это и правильно В идеальном Как-то сказал Он здесь жил долго Ну и живет в общем формально Хотя вот Мету начали преследовать его Первая жена У них вроде начались отношения Раньше, чем ей полностью 18 лет Тут же В педофилии обвинили Призвали Байкотировать его фильмы Но они Мету такие Чуть сумасшедшие Конечно Вот, и он сказал В Лос-Анджелесе Ничего хорошего Кроме одной вещи Это Правая возможность Поворачивать Направо На красный сигнал светофора Это правда Почти всегда Но иногда написано Что нет поворота Налево Ну все Мы подъезжаем На сегодня хватит Ну все